Радио Эхо Москвы и компания RTVI представляют программу «Особое мнение». Нет таких, и все они врут своим женам. Поэтому многоженство – это очень хорошо, а иметь много любовниц – плохо. Почему Рамзан Кадыров так плохо думает о мужчинах? Ну, не знаю, а почему это плохо? В смысле, иметь много любовниц? Нет, в смысле, что Рамзан Кадыров, вы думаете, что он думает плохо. Но он говорит, что все мужчины имеют по несколько любовниц, и все врут своим женам. Ну, это какая-то из русской классики просто цитата, знаете, или из Бальзака какого-то. Поэтому, не знаю, это классическое высказывание. А, это просто цитата. Кто-то не имеет, допустим. По-разному бывает. Ну, вы согласны с тем, что много любовниц иметь плохо, а много жен – хорошо? Оль, давайте не будем превращать нашу передачу в морально-нравственное заседание общественного комитета по защите нравственности и всякого рода благопрестойности. Я считаю, что эта тема не для публичного обсуждения по радио. Я, по крайней мере, не готов на нее разговаривать совершенно. Я не знаю, плохо это или хорошо. Я считаю, что как люди между собой договариваются, так и происходит. Плохо покупать людей за деньги. Плохо иметь рабов и плохо иметь рабынь. Плохо принуждать женщину к сожительству, насилием, деньгами или чего-то еще. А если люди добровольно выстраивают свои отношения, кто я такой, чтобы судить их с точки зрения какой-либо морали? Мне кажется, это их личное дело. И, как говорят часто, твои грехи, твои молитвы, каждый пусть отвечает сам за свои отношения с другими людьми и с Господом Богом. Поэтому я никогда не кину ни в кого камень, исходя вот из таких моментов. Никого не буду судить и никого не буду осуждать. Это моя принципиальная позиция. Как вы считаете, у нас государство достаточно отстранено от личной жизни? Или все-таки влезает? К сожалению, нет. Очень сильно влезает в личную жизнь. И я считаю, что это должно быть, конечно, поменьше. — Хорошо. Тогда еще немножко о личной жизни. Про эпидемию, как у нас пишут слушатели, московских студентов, которые уезжают в Турцию, чтобы, по версии СМИ, пересечь границу и примкнуть к ИГИЛу. Вы тогда говорили, когда мы обсуждали Варвару Караулову, что это какая-то, в общем, история индивидуальная. А теперь вроде как появилась схема. — Ну, как индивидуальная, когда там тысячи уже находятся граждан Российской Федерации, которые воюют. — Нет, имеется в виду, что отец пошел, добился того, чтобы ее из Турции забрать. В этом смысле индивидуальная. — Это нельзя было сделать без ее воли. Она совершеннолетняя гражданка, поэтому это Варвара захотела вернуться. Никакой бы отец на земле не мог бы, помимо воли, забрать 19-летнюю молодую женщину, которая обладает полноценными правами и которую могла бы попросить в Турции политическое убежище, например. Она решила этого не делать, она решила вернуться. Не надо на ее отца стрелки переводить. Это было полностью ее решение. Хотела бы, сопротивлялась бы, не вернулась бы. Захотела вернуться, теперь пусть, как говорится, вот тут вот и живет. — Ну, вы, в принципе, рады, что так закончилось? — Да мне все равно. Я считаю, что каждая человеческая судьба, она, знаете ли, ей является личным достоянием человека. Я против того, чтобы все люди жили... Мы возвращаемся в какое-то такое странное патерналистское общество, понимаете? Это вот опять отмешаться в личную жизнь. — Государство должно каким-то образом вот заботиться о том, чтобы его граждане не ездили куда не надо, возвращать их. Да не должно это делать государство современное. — Ну, а как быть? — Да не так, как человек сам отвечает за свои поступки. Если ты совершаешь преступление, всем же все сказано, всем все известно. Девушки образованные, философию изучала, все знают, понимаете, добро, зло, грех, благодать и так далее. Видела видео, как ей напоминают, там, где головы режут, видела многое другое, читала, слышала, принимает решение, едет. Дальше ты, как всегда, как сказано в русской классике, если ты не расстреливал несчастных по темницам, то к тебе претензий никаких нет, куда бы ты не ехал. Если ты расстреливал несчастных по темницам или оправдывал расстрелы несчастных по темницам, это уже совсем другой разговор. То есть сам факт перемещения людей по миру, чтение ими книг, высказывания определенных взглядов не является преступлением. Преступлением является преступление против личности, против государства, ну, против имущества и так далее. Покушение на свободу, покушение на жизнь, покушение на непринадлежащее тебе имущество – это преступление. Я вообще считаю, что не надо судить за намерения. Это вот моя принципиальная позиция. Надо судить за деяния, а не за намерения. Скажите тогда, два дела в последнее время проходили. Уехали, пусть уезжают. Я считаю, что надо вообще им открыть ворота. Пусть кто хочет, отсюда туда едет. Ради бога. Вот въехать обратно должны быть у них серьезные проблемы. Въезжая, они должны рассказать, что они там делали. Не участвовали они в расстрелах, в казнях, не оправдывали они это. Если люди уезжают в другую страну, почему в Америку можно ехать, в Израиль можно, в Аргентину можно, в ЮАР можно, а туда нельзя? Но, друзья, поверьте, сунитское государство все равно будет создано. Рано или поздно. Через год, через 10 лет, через 20 лет. И все равно Российской Федерации когда-либо придется его признавать. Сейчас там есть эксцессы. Конечно, в Советской России в начале своего существования это было чудовищное государство, в котором расстреливали людей без счета, в котором можно было взять любого человека по его классовой принадлежности. Вот вы образованные. Знаете, два языка. Это для вас уже было поводом к смертному приговору, если вы не были сторонником большевистской партии. Я не знаю двух языков и не образованных. Ну, хорошо. Видите, значит, вам повезло. А кому-то не повезло. Классовые происхождения. По этому мотиву человека лишали жизни, лишали работы, лишали карточки, называли какими-то там чуждыми. Казачество, принадлежность к казачеству, это было поводом для убийства, для расстрела. Принадлежность к восставшему крестьянству, Махновскому, Антоновскому. Участие в Кронштадтском мятеже или твой родственник участвовал в Кронштадтском восстании, было поводом к репрессиям. Что уже дальше говорить? Поэтому, как говорится, не нам их упрекать. Любое молодое государство начинает с этого. Я уверен просто, что... То есть террор – это естественный признак молодого государства? Ну, это чудовищный, чудовищный, отвратительный, естественный призрак. И призрак, который бродит по Европе, бродил призрак коммунизма, обосновался в России. А это призрак исламизма радикального, который тоже очень долго бродил по миру. Теперь он обосновался там, на развалинах Ирака и Сирии. И поверьте, что нет совокупной мощи государств. Как не смогли страны Антанты справиться с большевистской Россией? Ну, просто не смогли же даже консолидироваться. Потому что каждый друг подталкивал там Францию, Англию, Англию, Франция, США, Японию. Давай ты начинай. Не ты начинай. Вот японцы выделили две дивизии. Оккупировали Дальний Восток. Без энтузиазма. Потом оттуда уехали. Эти выселились в Архангельске. Какие-то греки в белых юбочках высадились в Одессе. Так что над ними григорьевцы с махнопцами чуть не поумирали. Там от хохота до сих пор осталось. Фольклоре, понимаете, эти греческие войска. Тем более, что греки это делали совсем без желания. Там население было греческое в основном, греческое-еврейское. Им родственное, дружественное. Там и так далее. Поэтому кто сейчас будет заниматься ИГИЛ? Я вас уверяю, что радикализм гражданской войны так или иначе пройдет. И так или иначе придется что-то делать с этим пространством и с этим политическими форматами. Вот в Богдане сидит некий халиф. Человек, который называет себя халифом, правда? Он самозванец. Он не избирался никем, никогда халиф должен избираться. По этому поводу большие дискуссии ведутся. Но халиф без Мекки, без Медины, это не халиф. Стало быть, их удар следующий будет на Хиджаз, на святое место. И их удар неизбежно должен быть в сторону Саудовской Аравии. И их нельзя остановить, вы считаете? А кто? Арабские государства не консолидируются. Запад будет бомбить, но будет избегать сухопутной операции. После тяжелейших афганских и иранских войн новые вторжения сухопутной крайне непопулярны. А авиационная поддержка очень дорогостоящая. Я вас уверяю, что сунитское государство будет создано на этой территории. Вопрос в том, что мы будем с ним делать. Вот в свое время Советская Россия, допустим, когда разрушалась Османская империя, и на Аравийском полуострове было восстание, которое там создавал полковник Роу, Лоуренс, вот эта вот Саудовская династия, Саудовская династия создавалась. Они были такими же радикалами и отморозками, поверьте, убивали хашемитов. Первым государством, которое их признало, была Советская Россия. Сегодня, может быть, нам тоже надо смотреть в будущее, понимаете? И более трезво на это смотреть. Мы посмотрим в будущее и в следующей части особого мнения. Здесь Максим Шевченко. Никуда не уходите, мы скоро вернемся. И снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлева, мой собеседник – журналист Максим Шевченко, который чуть раньше говорил нам о том, что ИГИЛ – это... Я уверен, что оно будет создано как государство, просто уверен. Потому что весь опыт нас показывает. Саудовская Аравия так создавалась, так создавалась Советская Россия, понимаете, из некой хаотической такой воронки, которая закручивалась, которая закручивалась время, люди, которые втягивало миллионы людей, ну, там, десятки тысяч людей со всего мира, как это было в Советской... Какая разница, когда? Нет, тогда давайте ответить тогда на вопрос. Вопрос в границах его. Вот советскую власть остановили поляки. Вот поход на Варшаву, чудо на Висле, всё, это был предел. Я думаю, что ИГЭ на Востоке упрётся в Иран, я думаю, что Кирбилу, Неджев они не возьмут, шиитские земли, они не будут воевать с шиитами, потому что это огромная кровопролитная мясорубка. Уверен, что на север они тоже не пойдут, это очень тяжёлая война. Ну, какие-то отморозки, естественно, полезут на Кавказ, но это уже задача как бы вот оперативных сотрудников бороться с террористами. Если вот как бы уничтожить их нельзя? Я считаю, что их уже уничтожить нельзя. То есть это уже несколько миллионов человек. Тогда задача России, например, где, ну не знаю... Следить внимательно за ситуацией, держать руку на пульсе. Ну, бояться, естественно, возникновения террористических угроз, которые на территории Российской Федерации. То, что там будет в Багдаде, там, не знаю, там, ну не в Багдаде, там, в Ираке, в Сирии, это, как говорится, совсем другая тема. У нас, кстати, ну, судя по всему, очень плохо работают службы внешней разведки и все эти стратегические институты, которые очень пышно получают гранты от СВР. Никто не понимает, что с этим делать. Понимаете, с этой стратегической Наумкина никто не слушает Институт Востоковедения. Все служат таких очень важных людей в погонах, которые вообще ничего не понимают просто, которые подверстывают реальность под свои совершенно убогие такие примитивные взгляды. А слушать бы надо специалистов, которые занимаются всю жизнь Ближним Востоком, в частности, и которые пытались рассказать о том, что там происходит. Я вас уверяю, что этот Суницкий анклав все равно каким-то образом возникнет. Эта карта будет меняться Ближнего Востока. Наша задача, я считаю, помочь защитить христианам, оловитам, шиитам, которые будут на территории Сирии, свои территории. В какой-то степени. Не позволит, чтобы ИГ полностью захватила территории современной Сирии, Ливана и так далее. Но границы этих государств поменяются. Что значит не позволить? Значит использовать военную силу. Нет почему? Помогать, поддерживать, просто поддерживать своих союзников. Но при этом понимать, что в политической перспективе нам придется иметь дело с исламским государством, с его политическими институтами, с его структурами. Да, они возникнут уже. Потому что я уверен, что если мы сейчас, как всегда, опоздаем, займем такую позицию ФЭ, то американцы первые начнут с ними переговоры, как они начали переговоры с Талибан. А между прочим, про Талибан Александр Умнов, наш выдающийся ученый-афганист, еще в 90-е годы говорил, талибы не враги России. Хотя тут все кричало. Лебедь, помню, сказал, до Новосибирска дойдут. Говорят, зачем пуштуном идти до Новосибирска? Это пуштунское национально-освободительное движение, которое создано бывшими коммунистами. Генерал Шахнав Астанай, бывший начальник генерального штаба Афганской армии, это фактически человек, который создал военную структуру Талибан. Я с ним встречался в Кабуле 3 года назад. Он дал подробный интервью, к сожалению, фильм не показал Первый канал, но там был эксклюзив абсолютный. Там офицеры, талибы, которые я говорил, многие говорят по-русски, многие у нас учились, халькисты бывшие. То есть вообще задача, чтобы с будущим ИГИЛом наладить нормальное отношение. Надо просто четко совершенно понимать, что там есть наносное, есть вот, условно говоря, бешеные, как по французской революции, были бешеные. Жак Ру, там, не знаю, какой-то в русской революции были фанатики, там, не знаю, которые расстреливали там, вот Роза Землячка, понимаете, какая-нибудь, которая там приказала всех утопить в Крыму, например, пленных. А были люди конструктивные, Фрунзе, например, тот же самый, который дал слово, что никого расстреливать не будут. Там есть совершенно разные силы. А в чем вы видите гарантию, что бешеные не будут главными? Что, в конце концов, это вообще вот так вот на земной шар не полезет бешенство? Нет, это на земной шар не полезет, поскольку они ограничены по периметру, они ограничены, ну, достаточно такими серьезными рамками, границами, которые они не смогут преодолеть. То, что факт унижения суннитов вот этого региона Ирака-Сирии, понимаете, это реальность? Потому что у них за спиной фалуджа, бои фалуджа, которые американцы вели с применением химического оружия против них, понимаете? У них за спиной отстранение от власти текридского клана и казнь там Саддама Хусейна. Там совпали интересы. Совпали интересы аль-Каиды, совпали интересы баосистской военной структуры. Они чувствуют себя маргинализированы. На их глазах рядом создается курдское государство. Курды фактически уже ввели свою валюту. Вы, приезжая на курдские территории Ирака, получаете курдские визы особые, по которым вы потом в Багдад не сможете проехать через блокпосты. Ну, сейчас там вообще-то сложно, как говорят, через территорию контролируемой ИГИЛ проехать. Но вот раньше, вот вы, допустим, въезжали... То есть, короче, они добьются некой стабильности, некой территории и начнут строить государство настоящее. Какое оно будет? Как оно будет управляться? Будет ли оно называться халифат или как-то ещё? Ну, дело в том, что все эти государства Ближнего Востока, они же очень молодые. Это же фейковые государства, возникшие на обломках Османской империи. Ну, судя по всему, не такие... После 1946 года, ну, почему? После 1946 года там были везде короли, потому что Англия, ну, кроме Ливана, Англия... Вот во французской территории была республика, там, где французы уходили, кроме Сирии, они там оставили тоже короля. Везде были короли. В Египте король был, в Ираке, в Сирии. Потом королей свергло национально-такие национал-социалистические движения. Типа, понимаете, там Насар, там, значит, эти самые, там, вот эти. Потом стали появляться ещё что-то какие-то. Границы... Одним словом, одним словом, вы говорите... Саддам это начал, кстати, когда Кувейт захватил. Ведь его тезис был такой, Кувейт это просто отколовшаяся при поддержке Запада провинция Ирака. Кувейт является частью Ирака. Он захватил Кувейт с целью контроля, говорит, вот мы вернули нашу территорию, Кувейт наш. Это, условно говоря, называлось. Но это так и было. Мотив был такой, что Кувейт это исконно иракская территория. Саддам Хусейн под этим лозунгом захватил Кувейт. Максим, скажите, а ещё какие-то силы сейчас в мире есть сопоставимые с ИГ? Я считаю, что ИГ сильно раздута просто. Их угроза, их опасность. Они не проводят никаких терактов за пределами своей территории. Ну, просто они достаточно красиво представляют уже не уже эти истории. Ну, слушайте, давайте так вот мы объективно вот как бы проанализируем очень кратко. У нас есть визуализация действий ИГ, это отрезанные головы журналистов. Они это сами присылают и показывают. А мы не знаем, кто это присылает. У нас есть разная информация в интернете. То нам рассказывают, что какой-то израильской студии снимала какая-то там израильская документалистка, понимаете, в интернете есть целое расследование. Кто говорит, что какие-то англичане, принявшие ислам и вступившие в ИГ снимают. Вот говорят, там они отрезают голову христианам. А мы видим, что голову христианам отрезаны в Ливии, вот этим вот Эфиопам в Ливии, а не в Ираке, не в Сирии. Хотя там кто-то кому-то отрезают. Говорящие по-английски узнанный человек. Расстреливают, отрезают головы, понимаете. Это всё, естественно, есть. Это всё есть. Ну, вспомним Вьетнамскую войну. Она была чудовищно жестоко. Вспомните эти кадры, когда стреляют в ухо там или там Вьетнам, стоящий на коленях. У нас половина Вьетнамской войны уже в художественном кино, поэтому трудно определиться. Там взвод, нет, у нас есть фотографии, там или Оливер Стоун, правда, с его фильмами, там, или какой-нибудь Охотник на оленей, полуфантастический фильм. Ну, опять-таки, это художественное уже кино. Правильно, но это тоже когда-нибудь будет художественное кино. Поэтому в политике, в реальной политике оценивать ситуацию надо трезво. Вот ещё раз повторю, пусть меня кто-то за это осудит. Я считаю, все, кто хочет отсюда уехать, пусть уезжают. А вот кто захочет вернуться, вот тут уже, знаете ли, надо чётко совершенно разбираться с каждым, кто захочет вернуться. Вот, понимаете, вот отъезд большой массы людей, таких северного Кавказа, привёл к резкому понижению террористического фона. К резкому понижению террористического фона. Вы это связываете? Конечно, конечно, все энтузиасты, ну, я не знаю, пассионари они или нет, все энтузиасты уехали туда. Есть ещё момент, который мы должны взять на заметку. Пока российское государство будет прессовать мусульман, нормальных мусульман, которые не хотят терроризма, которые хотят жить, как верующие люди, которые хотят заниматься общественными, публичными, исламскими движениями. В профилактике, в так называемой, если вы молодой человек, бросаете пить, бросаете курить, совершаете намаз 5 раз в день, учите арабский язык, если у вас борода такая специфическая, подбритые усы, если ваша жена ходит в строгом хиджабе, вы автоматически попадаете в некоторых регионах в списки органов, как подозрительное лицо. К вам могут влониться в любой момент домой, посмотреть, что вы читаете, что вы храните, и не дай бог у вас там будет книга «Сады праведных», допустим, и там изданные Советы муфтиев России, за неё сажают, дают силу. Тем самым вы говорите, что российская власть сейчас сама некоторых людей в ИГИЛ выталкивает. Да не власть, просто власти никакой нет, в том-то и дело, просто есть бесконтрольная деятельность отдельных подразделений силовых структур, которые на местах решают свою карьерную судьбу. Как раз я выступаю за то, чтобы российское государство в лице политического института, администрации президента взяло полностью под свой контроль и под защиту всю исламскую политику в стране, включая гражданских активистов, которые готовы выступать против терроризма. Их же на местах везде просто выталкивают туда, понимаете? Максим Шевченко со своим особым мнением никуда не уходите, мы совсем скоро вернёмся. Радио «Эхо Москвы» и компания «РТВАЙ» представляют программу «Особое мнение». Снова с вами программа «Особое мнение». Меня зовут Ольга Журавлёва, студия журналист Максим Шевченко. Есть ещё несколько тем, о которых хотелось бы с вами поговорить. Ну, если можно коротко, можете что-нибудь сказать по поводу вот этой истории с арестом российского имущества за рубежом? Ничего не могу сказать. Ну, я просто не потому, что там боюсь или не хочу, просто я не знаю, юридическая процедура какая-то сложная адвокатская процедура. По решению суда год ничего не было сделано. Ну, наверное, конечно, будет оспариваться, затягиваться, что-то там будет ещё делаться, я не знаю, как-то будет. Это уже бывали, что-то арестовывали какие-то были. Фирма много была. Какая-то была швейцарская компания. Много, да. Скоро ли это просто сейчас потратим зря время. Я не скучаюсь в этом вопросе. Хорошо, хорошо. Значит, отдаст, не отдаст, это юристы. У юристов будут бегать, понимаете, зарабатывают большие. Они просто год не бегали, вот в чём проблема. Ну, а сейчас будут. Сейчас забегают. Срочно подкинут большие гонорары, а они забегают. Прекрасно. У нас на всё хватит денег, я так думаю. Даже выплатить эту неустойку. Конечно. А скажите, пожалуйста, ещё такую вот... Хотя я считаю, что начинать с ареста журналистских корпораций, медиа, это какая-то странная... Ну, начали не с них. Ну, как разница, всё равно. Вот я поддерживаю моих коллег из Russia Today, допустим, я возмущён совершенно наложением ареста на имущество Russia Today. Это просто... Ну, это же не частное имущество, а имущество страны. Ну, какая разница? Могли бы что-нибудь другое выбрать. Это тоже характерно. Где представительство освободили? Воспользовались ситуацией для того, чтобы голос Russia Today не был слышен. Я вам так опишу эту ситуацию. Ну, Магарит Симонян уверила нас, что они были готовы, и голос их не прервётся. Ну, Элита молодец, конечно, она молодец. Они готовы, и я думаю, что они только укрепят свои позиции, усилят своё вещание. Ещё одна тема сегодняшняя. Открыта была мемориальная доска Никите Сергеевичу Хрущёву. Не очень многочисленно. Даже снимать никто особо не приехал, я имею в виду, из телекомпаний. Но, тем не менее, были там, естественно, был и Сергей Хрущёв, и выступали там московские представители властей, там, и печатников, и прочие, говорили о заслугах Хрущёва. Скажите, а у вас чего, вот в вашем восприятии Хрущёва, чего больше заслуг? Или, может быть, что, главная заслуга его правления, и главная его, может быть, ошибка? Ну, Хрущёв – это фигура мифологизированная до невозможности. Не без этого. Хрущёв, на самом деле, был последовательным сталинистом, и он делал это всё, исходя не из этических представлений о прекрасном, а борясь со своими конкурентами. Самым главным из которых был Лаврентий Берия, выдающийся политический руководитель, который уже, начиная там с 40-х годов, не имел прямого отношения никакого к органам МГБ, он их курировал по линии ЦК, а так Лаврентий Павлович Берия руководил наукой, руководил, ну, военной наукой, прежде всего, вот этими шарашками, всеми атомным проектом. В годы войны маршал Берия руководил переброской промышленности на Восток и фактически руководил тылом тоже по линии ЦК, был правой рукой Сталина по линии тыла. Все эти бредни про то, что он там насиловал, или английским шпионом был какие-то, это были, честно говоря, такие странные вещи. Хрущёв же войну провёл достаточно как-то… Он организовал партизанское движение. Да ничего не организовал, понимаете, мы прекрасно знаем, что он организовал, всё описано, все его эти подвиги на Сталинградском фронте и какую им оценку дали политическую. Но ведь на самом деле отпускать людей же из лагерей начал Берия, первое это как бы весна 1953 года, Бериевская амнистия. Холодное лето. Она даже называется Бериевская амнистия. Проект объединения Германии по австрийскому типу предложил Берия, выводы, потому что он сказал, давайте выведем все войска из Европы. Мы советские выводим войска, вы выводите американские войска из Европы. Такая демилитаризация Европы. Я совершенно не аплодитизирую Берию. Ну, так вы сейчас рассказали, как там это ищутся. Она была реализована в том смысле, что, допустим, Василий Васильевич Реховский, наш выдающийся протестантский деятель, епископ, получил 5 лет лагерей. Это отец Сергея Васильевича Реховского. И были закрыты половина православных церквей. Да, не давали уже сроки по 15 лет. Это правда. Да, Берия нанес удар по структуре МГБ. И это правда тоже. То, что МГБ из карательно-палаческой структуры превратилось в более-менее цивилизованность, это, конечно, все можно было назвать цивилизацией, то, что там происходило. И это тоже правда. Общая гуманизация режима – это, конечно, заслуга Хрущева, когда он уже понял, что надо продолжать то, что ты начал. Когда вот Солженицын пошел, Твардовский, вот все эти дела. Но параллельно с этим была такая шизофрения, понимаете, безумность. Это борьба с современным искусством. Эти вот безумные идеи с кукурузой, понимаете, в северных широтах. Ну, это от чего? От необранованности, как вам кажется? От узкого кругозора? Это был чудовищно невежественный человек. Чудовищно невежественный. Сыново выдающийся конструктор. Ну, наверное, не конструктор, а все-таки руководитель, понимаете, а организатор ракетного дела. Конструктор – это, конечно, академик Янгель, а не Сергей Хрущев. Хрущев, там, зять его, Аджибей, который руководил известиями, тогда был главным пропагандистом. Ну, в принципе, это он же начал такую семейственность. Вот Хрущев, который у нас продолжается. Семья первая при нем была создана, когда зять тоже является крупным политическим деятелем. Понимаете ли, дети Сталина таковыми не были. Хотя Василий, ну, нет, Василий, конечно, был уже там и, по-моему, генералом авиации, там и так далее, и так далее, и так далее. Ну, в общем, это протерчивая фигура, которому спасибо за то, что он выпустил людей из лагерей. Во всем остальном венгерское событие, ну, это вот, честно говоря, была антибериевская идея, потому что как раз бериевская идея была отпустить их всех, прекратить эту оккупацию народной демократии, создать такую Австрию из Центральной Европы целиком, знаете, такое нейтральное пространство. Ну, вот недавно как раз фильм у нас был про Прагу, который Чехов очень оскорбил. Нет, Прага не имела никакого отношения к Хрущеву. Я понимаю. Это 68-й год, а 56-й, этот чудовищный штурм Будапешта, этот массовый обстрел, бомбардировка, разрушение Будапешта. А это разве не одна и та же история, когда Советский Союз пытался прищемить своих восточных вассалов? Одна и та же, но технологию этого начал Хрущев. Применение советской армии для подавления недовольства в странах народной демократии, так называемой. Берлин, Будапешт, понимаете, польские события, там Познань и так далее. Потом, значит, Новочеркасск внутри. То есть вот жесткость оскал власти. На самом деле, Хрущев уже начал сворачивать свою оттепель к концу своего правления, понимаете. Это Александр Саевич прекрасно описал. А почему его столкнули? Именно потому, что он неправильно это все делал, не тем путем шел, или опять обычная борьба за власть? Его же сняли-то свои же ребята, это же не народное восстание его. Ну, его столкнули, потому что он потерял опору на аппарат. Он не нашел опору в народе, как говорится, эти популистские его идеи, они у народа вызывали, как говорится, идеологию ослабло, и народ уже не готов был ходить строем, как в каком-нибудь 50-м году, понимаете, быть благодарным партии за то, что дали комнату в коммуналке, уже хрущевки появились. А в аппарате как бы своими вот этими вот решениями и, главное, вот этими там историей с Аджубеем там и так далее, вот этими всеми, как бы такой семейственностью, вот некими такими превращением политического поля в театр одного актера, который это он, собственно говоря, Но, тем не менее, органы это были все коллегиальные, он не мог абсолютно один там куралить. Нет, после 59-го года не было никаких коллегиальных органов. А политиков? Уже Каганович Маленков-Молотов и примкнувший к ним Шипилов и даже Жукову он уже убрал, понимаете. Это был, конечно, человек очень противоречивый. Конечно, его молодые годы и годы зрелости, 30-е, 40-е, он совершал массу чудовищных политических злодеяний. Он имел отношение к голодомору, коллективизации. Он имел отношение к политическим репрессиям в 30-е годы. Если бы не имел, то не выжил бы в них, понимаете, будучи партийным работником. Он имел отношение ко многому из того, что было во время войны, к поражениям, ряду поражений. Там вот Харьковская операция в контексте его называлась 42-й год, май 42-го года. Но в целом, наверное, в нем боролся. Вот начало хорошее, человеческое такое, мужицкое. Он же был русский, из Курской губернии. Неким украинцем он, естественно, не был. Он был такой как бы внутренний украинец. Да, и вот эта вот партийная такая, лживая партийная составляющая. Он... А вот скажите мне, вот сейчас в нынешней нашей пропаганде и действительности почему-то образ Сталина такой более как бы уважительный. Я просто не знаю, что там в пропаганде. Я не смотрю пропаганду. Но это же вы не знаете, что в пропаганде. Вас завтра позовут, а вы не готовы. Я считаю, что образ... Ну, я же... Я не собираюсь готовиться к таким вещам. То есть это спонтанно будет? Спонтанный пропагандист. Есть принципиальная позиция, что вы на меня наезжаете так незавтра. А вас позовут, вы будете готовы? Нет. Я не пойду. Вы просто в прошлой передаче мне сказали, что если позовут, и вам будет интересно, вы согласны. Если будет интересно, я пойду, естественно. И говорю это ясно и отчетливо. Если это будет совпадать с моими взглядами. А вот скажите, чего бы сейчас хотелось пропагандировать вот вам? Ничего бы не хотелось. Мне бы хотелось пропагандировать сейчас, участвовать в позиционировании идеи о поддержке народовластия, в частности, на Донбассе. Демократии? Народовластия. Не западной демократии, а народовластия, народной демократии. Я считаю, что Донбасс надо поддерживать до конца. надо поддерживать институты народных республик, надо поддерживать советы, которые на данной базе выграны. А вы серьезно относитесь сейчас к этим институтам? Очень серьезно, потому что я знаю, что люди за это заплатили кровью, я знаю, что люди за это заплатили жизнями, я знаю, что люди сражались за этот целый год, выиграли тяжелейшую войну. А разве украинцы не платили за это своими жизнями? Украинцы по обе стороны фронта. Я имею в виду те украинцы, которые сейчас в официальной... Ну, это их проблема. Меня интересуют... А их жизнь дешевле стоит? Меня интересуют подлинные советы и то, что называется на Украине власть громад. Вот власть территориальных громад реализована в ДНР, а не на остальную территорию Украины. Остальная территория Украины – это омерзительно-олигархическая власть. Ну, так или иначе. С псевдодемократической риторикой, где даже иностранцев губернаторами назначают. А что плохого в иностранца губернаторами назначают? Ну, а Донбасс вот считают, что надо своих назначать. У нас немцы в России, сколько были министрами прекрасными. Вот у вас вот так вот. А на Донбассе считают, что вот Захарченко – свой коренной человек, Пургин – свой коренной человек. Там опора идёт на местные свои силы. Подождите, а из России туда кое-какие силы попадали? Вы слышите, что я говорю? Да. Там идёт опора выборной должности, местные все. Никаких и иных там нету людей. Это народное самоуправление. Вот я хочу, чтобы народное самоуправление победило исторически. Я вот вспоминаю книгу Негри о коммунных, о рабочих общинах, о рабочем контроле, как в будущем в 21 веке. Мне кажется, что эта модель могла быть реализована на Донбассе, может, и по всей Украине. И это выгодно, главное, даже современной Российской Федерации. Просто они до конца этого не понимают. Любая поддержка народовластия придёт к тому, что та территория Украины, где она восторжествует, будет объективно пророссийской всегда. Независимо от того, какие формы там будут. А в России народовластие должно быть? Оно должно быть органично. Просто Донбасс, как рабочий регион, к этому готов. Оно там возникает органично. В России, если где-то возникает, то да, но я просто не вижу таких территорий в России. За народовластие. Максим Шевченко со своим особым мнением. Всем спасибо, всего доброго.